Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня поговорим о развитии Дальнего Востока и в широком смысле слова, и применительно к крупным инвестиционным проектам. Но перед тем, как мы начнём работать, я хотел бы дать слово министру энергетики, новуку Александру Валентиновичу по поводу сбоев, которые здесь произошли недавно в регионе и на юге страны, имею в виду Краснодарский край, который привёл к отключению даже Крыма на какое-то время. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 1 августа произошла системная авария в объединённой энергосистеме Востока. В 14.06 отключилась из-за короткого замыкания на землю линия 220 кВт Хабаровская-Волочаевка. И сейчас создана комиссия Ростехнадзором для выяснения причин, соответствующих отключению линии. В этих условиях произошло разделение ОС Востока на две изолированные части. Наложилось то, что две линии и пятисотки в это время были в ремонте. В результате энергосистема ОС Востока разделилась на две части, на избыточную и на дефицитную. Действием защиты произошло автоматическое отключение ряда генерирующих сетевого оборудования, а также отключение потребителей действием автоматической частотной разгрузки. В результате было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью где-то 1600 мегаватт, это более 1 миллиона человек, если говорить о населении, ну и плюс там промышленные потребители. Это в Амурской области, в Хабарском крае, в Приморском, Забайкальском крае, Южно-Якутском энергорайоне. Был сфиксирован сбой движений поездов и прекращен экспорт электроэнергии в Китайскую Народную Республику. В 14.45, то есть через 39 минут, выполнена синхронизация разделившихся частей ОС Востока и начат процесс восстановления энергоснабжения потребителей. В течение двух с половиной часов, то есть к 17 часам 30 минутам всем потребителям было дано полностью напряжение. Причиной происшедшей аварии будут установлены комиссии, как я уже сказал, приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций. Также в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередач и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение двух-трех часов, потребители были также обеспечены энергоснабжением, и работа энергомоста в Крым восстановлена. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сказать, что в целом, если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение количеств из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года всего 5 произошло аварий. Тем не менее, это означает, что мы всё равно должны проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски такого веерного отключения, каскадного отключения, которое приводит к большому количеству числа потребителей. В свою очередь, мы в рамках комиссии участвуем в работе, и все необходимые мероприятия будут проведены для того, чтобы минимизировать такие случаи. Надо проанализировать это всё, доложить председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как Вы сейчас сказали, с предложениями мероприятий, которые не допускали по подобным сбоям. Давайте вернёмся к теме, ради которой мы собрались, а именно к развитию Дальнего Востока. За первые 6 месяцев 2017 года индекс промышленного производства здесь вырос на 103,2%, а по России – 102%, как известно. То есть идёт развитие здесь опережающими темпами. Индекс строительства – 117,9%, по России – 100,2%. Индекс инвестиций в основной капитал – 110,2%, по России – 102,3% за первый квартал. Принято федеральных законов 19, находятся законопроектов в стадии подготовки к принятию 16. Подготовлено за это время актов правительства – 72, и в стадии подготовки находится ещё 27. Создано 17 территорий опережающего развития. В 2017 году за счёт бюджетных инвестиций планируется построить 34 объекта инфраструктуры на сумму 6,7 миллиарда рублей. Мы же знаем, мы много раз говорили о свободном порте Владивосток. Заявлено 422 проекта на общую сумму 389 миллиардов рублей. Всего в работе на сегодняшний день 758 проектов на общую сумму 2,2 триллиона рублей с созданием 110 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. Введено в эксплуатацию, да, кстати говоря, это без газового кластера и без газохимического. Там ещё 1,2 триллиона. За это время введено в эксплуатацию 40 новых предприятий на 16 миллиардов рублей и создано 2 тысячи новых рабочих мест. До конца 2017 года нарастающим итогом будет введено 85 предприятий на 115 миллиардов рублей с созданием 5,5 тысяч новых рабочих мест. Всё это говорит о том, что планы, которые мы перед собой ставим на Дальнем Востоке, реализуются. Как всегда, хотелось бы что-то делать побыстрее, но в целом мы соблюдаем и по основным проектам, соблюдаем и планы по срокам, так же, как это происходит, например, здесь, где мы сегодня собрались на электростанции, решение по строительству которых было принято ещё в 2010 году. В 2014 году мы реально приступили к работе, и за два с половиной года фактически завершили её. Четвёртый блок ещё предстоит запустить, но в сентябре у меня сомнений нет, это будет сделано. С чем я поздравляю ещё раз строителей, инженеров, руководства компании «Росгидро», всех, кто принимал участие в этой масштабной работе без всякого преувеличения, масштабной и очень нужной для региона и для энергетики страны. Мы с вами собрались здесь сегодня в Амбургской области для того, чтобы поговорить прежде всего о реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока, проектов, которые должны создать новое качество роста экономики региона и его социальной сфере, дать мощный эффект в масштабах всей страны. Отмечу объём капиталовложений только в инфраструктурные и высокотехнологичные индустриальные проекты на Дальнем Востоке, я уже об этом сказал, 2,2-2,3 триллиона, а вместе с «Газпромом» и «Сибуром» это более трёх, получается, триллионов. Огромные инвестиционные ресурсы, серьёзный стимул для развития смежных производств и выпуска продукции глубоких переделов, для наращивания экспортных возможностей страны. Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения частных капиталов малого и среднего бизнеса, за счёт этого стимулировать приток квалифицированных кадров на Дальний Восток. Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей территории Российской Федерации, в других регионах страны. О чём идёт речь? Прежде всего, нужно обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, если возможно и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и правоохранительных органов. Мы говорим о крупных проектах, имея в виду и модернизацию БАМа, Транссиба, создание Восточного нефтехимического комплекса и Амурского газохимического кластера. Только что я уже говорил об этом. Побывали на площадке Нижнебурецкой ГЭС. Станция в том числе будет обеспечивать электричеством и новые промышленные предприятия, а также Космодром Восточный. Считаю правильным, что был выбран именно такой опережающий подход к созданию энергетической инфраструктуры. Под создание газохимического кластера и Восточного нефтехимического комплекса созданы территории опережающего развития, свободные, нефтехимическая. С 1 августа впервые в России запущена комплексная система сопровождения инвестиционных проектов-резидентов территории опережающего развития. Сегодня необходимо отработать конкретные механизмы взаимодействия с крупными инвесторами. В первую очередь имею в виду совместные усилия по созданию обеспечивающей инфраструктуры. В программе развития Дальнего Востока на инфраструктуру газохимического кластера в Преамурье, например, заложено 12,5 миллиардов рублей. Давайте сегодня обсудим, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы. В том числе проанализируем предложение о том, чтобы инвестор получил эти средства в виде субсидий. Ну, собственно говоря, насколько я знаю, Минфин это, в принципе, согласовал, да? Да. И здесь нужно рассмотреть, какие изменения в законодательство для этого необходимы. До конца текущего года должно начаться строительство ещё одного крупного объекта восточного нефтехимического комплекса в Преамурье на этот раз. Чтобы выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения проекта газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в заливе Восток, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно здесь тоже разобраться с источниками финансирования, посмотреть, как организовать эту работу, где за счёт частных инвестиций, где за счёт поддержки со стороны государства. При этом напомню, что в декабре прошлого года были даны поручения по поддержке предприятий. И просил бы сегодня доложить, как обстоят дела по этому направлению, что уже сделаны и какие меры ещё необходимо принять. Далее. Для больших проектов, просчитанных на длительных горизонтах планирования, нужны гибкие налоговые решения. На Восточном экономическом форуме в прошлом году бизнес просил о продлении налоговых льгот резидентам территории опережающего развития, которые реализуют долгосрочные проекты. Мы проработали эти предложения, и неделю назад правительство внесло в Государственную Думу законопроект, по которому инвесторы, вкладывающие более 100 миллиардов рублей в дальневосточные проекты, получат льготы по налогу на прибыль на срок до 19 лет. Я рассчитываю, что этот законопроект будет принят до конца года. Мы долго спорили по поводу того, каков уровень отсечки этих вложений, этих инвестиций. Но давайте пока согласимся с Минфином, пускай это будет 100 миллиардов, посмотрим, как это работает. И, может быть, потом и примем какие-то другие, более мягкие решения на этот счёт. Но и вот это нужно сделать как можно быстрее. Ещё одна ключевая проблема крупных проектов, которые строятся с нуля – это, конечно, кадровое обеспечение. Прежде всего мы должны привлекать наших российских специалистов и на этапе строительства, и в ходе эксплуатации новых предприятий. Важно по максимуму использовать кадровый потенциал дальневосточных компаний, университетов, училищ и так далее, других учебных заведений. Что касается привлечения зарубежной рабочей силы, то здесь нужны очень аккуратные и гибкие решения, основанные на реальной объективной потребности, имею в виду соответствующую квалификацию специалистов, имею в виду, конечно, и обязательства при реализации проектов по связанному финансированию и так далее. Но, повторю ещё раз, мы прежде всего должны привлекать российских специалистов на всех этапах реализации этих проектов. И, конечно, нужно создавать удобную среду для жизни, комфортные условия для семей работников. Здесь, на Дальнем Востоке, этот вопрос особенно актуален. По сути, речь идёт о том, чтобы вокруг новых современных предприятий возникали такие же современные города и посёлки, удобные и привлекательные для людей, привлекательные не только для дальневосточников, но и для всех граждан Российской Федерации. На примере Амурского газоперерабатывающего завода мы видим, как крупный инвестор заходит в регион не только, чтобы построить предприятие, но и вести в строй жильё. Причём, насколько я понимаю, это делается за счёт компании. Но что касается обеспечения работников социальными объектами, мы договорились, что это будет сделано за счёт субсидий. Вот как здесь поступить практически, то есть или передать это на уровень региона, либо сам инвестор это будет делать. Важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Но если это «Газпром», то здесь не должно быть никаких дворцов, но здесь должно быть всё удобно, по-современному, оно должно отвечать современным требованиям, но без излишеств, но на хорошем уровне. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую в этих случаях процедуру проверок предварительных и согласований. Но, безусловно, без всяких сомнений, здесь инвесторам нужна поддержка со стороны государства и местных властей. Правительство сейчас готовит законопроект о компенсации дальневосточным инвесторам затрат на внутреннюю инженерную инфраструктуру за счёт будущих налогов. Здесь тоже есть нам о чём поговорить, не буду вперёд забегать, надеюсь, в ходе сегодняшней дискуссии мы скажем об этом поподробнее. 22 июля правительство утвердило долгосрочный план комплексного развития моногорода Свободного. В нём отражены 47 объектов и мероприятий в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожного и коммунального хозяйства. Прошу правительства обеспечить эффективную реализацию плана развития города Свободного, предусмотреть все необходимые решения в рамках подготовки бюджета на предстоящую трёхлетку. И в завершение. Масштабная инвестиционная программа Дальнего Востока должна быть сопряжена с развитием транспортного кластера региона, имея в виду прежде всего БАМ и Транссиб. По проекту, который был утверждён три года назад, пропускная способность этих магистралей к 2020 году должна вырасти на 66 миллионов тонн. Из них более 30 миллионов тонн должны приходиться на грузоотправителей Дальнего Востока. И хочу подчеркнуть, что дальневосточные компании должны получить приоритетный доступ к транспортным услугам, иметь все возможности для полноценного снабжения и вывоза продукции. И вот ещё что. Вот мы верстали все эти планы по развитию Дальнего Востока. Предполагалось, что исходили, не только предполагалось, исходили из того, что министерства и ведомства при планировании своих мероприятий будут учитывать планы развития Дальнего Востока. И мы не договаривались о том, что министерства и ведомства будут требовать какие-то дополнительные ресурсы. Судя по всему, это пока не очень удаётся нашим коллегам. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает. Эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать. Я в ближайшее время попрошу соответствующих наших коллег проанализировать всё, что происходит в этой области. И хочу вас предупредить, мы самовынимательным образом посмотрим на результаты этой работы. Самовынимательным образом. Хочу ещё раз сказать, что есть государственные приоритеты, которые определяются и президентом, и правительством. И я прошу самовынимательным образом отнестись. Не ревизовать наше решение на ведомственном уровне. Обязательно проанализируем и сделаем соответствующий вывод по этой практически текущей работе. Она в высшей степени важна. Не только вложения «Газпрома» или «Сибуры», или «Роснефть» и ещё каких-то крупных инвесторов, или «Росгидро». Текущая работа важна. Министерство и ведомство. И я хочу её увидеть. Давайте начнём работать. А также космодром «Восточный». Считаю правильным, что был выбран именно такой опережающий подход к созданию энергетической инфраструктуры. Под создание газохимического кластера и восточного нефтехимического комплекса созданы территории опережающего развития, свободные, нефтехимическое. С 1 августа впервые в России запущена комплексная система сопровождения инвестиционных проектов-резидентов территории опережающего развития. Сегодня необходимо отработать конкретные механизмы взаимодействия с крупными инвесторами. В первую очередь имею в виду совместные усилия по созданию обеспечивающей инфраструктуры. В программе развития Дальнего Востока на инфраструктуру газохимического кластера в Преамуре, например, заложено 12,5 миллиардов рублей. Давайте сегодня обсудим, как наиболее эффективно использовать эти ресурсы, в том числе проанализируем предложение о том, чтобы инвестор получил эти средства в виде субсидий. Ну, собственно говоря, насколько я знаю, Минфин это, в принципе, согласовал, да? Да. И здесь нужно рассмотреть, какие изменения в законодательство для этого необходимы. До конца текущего года должно начаться строительство ещё одного крупного объекта – Восточного нефтехимического комплекса в Приморье на этот раз. Чтобы выйти на эти сроки, нужно решить вопросы обеспечения проекта газом и транспортной инфраструктурой. Имеется в виду строительство морского терминала в Зелеве Восток, железнодорожных подходов и нефтепроводов. Нужно здесь тоже разобраться с источниками финансирования, посмотреть, как организовать эту работу, где за счёт частных инвестиций, где за счёт поддержки со стороны государства. При этом напомню, что в декабре прошлого года были даны поручения по поддержке предприятий. И просил бы сегодня доложить, как обстоят дела по этому направлению, что уже сделаны и какие меры ещё необходимо принять. Далее. Для больших проектов, просчитанных на длительных горизонтах планирования, нужны гибкие налоговые решения. На Восточном экономическом форуме в прошлом году бизнес просил о продлении налоговых льгот резидентам территории опережающего развития, которые реализуют долгосрочные проекты. В готовке находится ещё 27. Созна 17 территорий опережающего развития. В 2017 году за счёт бюджетных инвестиций планируется построить 34 объекта инфраструктуры на сумму 6,7 миллиарда рублей. Мы же знаем, мы много раз говорили о свободном порте Владивосток. Заявлено 422 проекта на общую сумму 389 миллиардов рублей. Всего в работе на сегодняшний день 758 проектов на общую сумму 2,2 триллиона рублей с созданием 110 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. Введено в эксплуатацию, да, кстати говоря, это без газового кластера и без газохимического, там ещё 1,2 триллиона. За это время введено в эксплуатацию 40 новых предприятий на 16 миллиардов рублей и создано 2 тысячи новых рабочих мест. До конца 2017 года нарастающим итогом будет введено 85 предприятий на 115 миллиардов рублей с созданием 5,5 тысяч новых рабочих мест. Всё это говорит о том, что планы, которые мы перед собой ставим на Дальнем Востоке, реализуются. Как всегда, хотелось бы что-то делать побыстрее, но в целом мы соблюдаем и по основным проектам, соблюдаем и планы по срокам. Так же, как это происходит, например, здесь, где мы сегодня собрались, на электростанции, решение по строительству которой было принято ещё в 2010 году. В 2014 году мы реально приступили к работе и за два с половиной года фактически завершили её. Четвёртый блок ещё предстоит запустить, но в сентябре у меня сомнений нет, это будет сделано. С чем я поздравляю ещё раз строителей, инженеров, руководства компании «Росгидро», всех, кто принимал участие в этой масштабной работе без всякого преувеличения, масштабной и очень нужной для региона и для энергетики страны. Мы с вами собрались. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня поговорим о развитии Дальнего Востока и в широком смысле слова, и применительно к крупным инвестиционным проектам. Но перед тем, как мы начнём работать, хотел бы дать слово министру энергетики, науку Александру Валентиновичу по поводу сбоев, которые здесь произошли недавно в регионе и на юге страны, имею в виду Краснодарский край, который привёл к отключению даже Крыма на какое-то время. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 1 августа произошла системная авария в объединённой энергосистеме Востока, в 14.06 отключилась из-за короткого замыкания на землю линия 220 кВт Хабаровская-Волочаевка. И сейчас создана комиссия Ростехнадзором для выяснения причин, соответствующих отключению линии. В этих условиях произошло разделение ОС «Востока» на две изолированные части. Наложилось то, что две линии 500-ки в это время были в ремонте. В результате энергосистема ОС «Восток» разделилась на две части – на избыточную и на дефицитную. Действием защиты произошло автоматическое отключение ряда генерирующих сетевого оборудования, а также отключение потребителей действием автоматической частотной разгрузки. В результате было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью где-то 1600 мегаватт, это более 1 миллиона человек, если говорить о населении, ну и плюс там промышленные потребители. Это в Амурской области, в Хабарском крае, в Приморском и Забайкальском крае, Южно-Якутском энергорайоне. Был зафиксирован сбой движений поездов и прекращен экспорт электроэнергии в Китайскую Народную Республику. В 14.45, то есть через 39 минут, выполнена синхронизация разделившихся части ОС Востока и начат процесс восстановления энергоснабжения потребителей. В течение двух с половиной часов, то есть к 17 часам 30 минут, всем потребителям было дано полностью напряжение. Причиной происшедшей аварии будут установлены комиссией, как я уже сказал, приняты все необходимые меры для минимизации риска повторения подобных ситуаций. Также в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередач и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение двух-трех часов потребителей были также обеспечены энергоснабжением, работа энергомоста в Крым восстановлена. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы сказать, что в целом, если говорить о таких системных авариях, у нас наблюдается сокращение количеств из года в год. Если в 2016 году у нас было примерно 52 таких аварии, то за первое полугодие 2017 года всего 5 произошло аварий. Тем не менее, это означает, что мы всё равно должны проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски такого веерного отключения, каскадного отключения, которое приводит к большому количеству числа потребителей. В свою очередь, мы в рамках комиссии участвуем в работе, и все необходимые мероприятия будут проведены для того, чтобы минимизировать такие случаи. Вы проанализируете это всё, доложите представителю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями, как Вы сейчас сказали, с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных сбоев. Давайте вернёмся к теме, ради которой мы собрались, а именно к развитию Дальнего Востока. За первые шесть месяцев 2017 года индекс промышленного производства здесь вырос на 103,2%, по России – 102%, как известно, то есть идёт развитие здесь с опережающими темпами, индекс строительства – 117,9%, по России – 100,2%. Индекс инвестиций в основной капитал – 110,2%, по России – 102,3% за первый квартал, принято федеральных законов 19, находится законопроектов в стадии подготовки к принятию 16, подготовлено за это время актов правительства 72 и стадии здесь сегодня в Амбургской области для того, чтобы поговорить прежде всего о реализации крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока, проектов, которые должны создать новое качество роста экономики региона и его социальной сфере, дать мощный эффект в масштабах всей страны. Отмечу объём капиталовложений только в инфраструктурные и высокотехнологичные индустриальные проекты на Дальнем Востоке, я уже об этом сказал, 2,2-2,3 триллиона, а вместе с «Газпромом» и «Сибуром» это более трёх, получается, триллиона, огромный инвестиционный ресурс, серьёзный стимул для развития смежных производств и выпуска продукций глубоких переделов, для наращивания экспортных возможностей страны. Нужно в полной мере реализовать потенциал дальневосточных мегапроектов, в том числе как центров притяжения частных капиталов малого и среднего бизнеса, за счёт этого стимулировать приток квалифицированных кадров на Дальний Восток. Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих дальневосточных проектов нам нужно отработать управленческие алгоритмы, решить системные вопросы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на Дальнем Востоке, и на всей территории Российской Федерации, в других регионах страны. О чём идёт речь? Прежде всего, нужно обеспечить такие проекты инфраструктурной поддержкой и компетентным сопровождением со стороны всех уровней власти, предложить удобные финансовые, налоговые инструменты, помочь решить вопросы, связанные с поставками сырья и энергии, свести к минимуму, если возможно и к нулю, административные барьеры и всевозможные давления со стороны административных и правоохранительных органов. Мы говорим о крупных проектах, имеем в виду и модернизацию БАМа, Транссиба, создание Восточного нефтехимического комплекса и Амурского газохимического кластера. Только что, я уже говорил об этом, побывали на площадке Нижнебурецкой ГЭС, станция в том числе будет обеспечивать электричеством и новые промышленные предприятия.